2 февраля 2021 года – это 20-й лунный день. 20-й лунный день по лунному календарю – это день Орла, энергетически насыщенный и сильный день. Недаром его считают временем побед. Начните сегодня любые дела, независимо от их сферы, и вы получите небывалые дивиденды. Сегодня третья фаза убывающей Луны. Этот период характеризуется постепенным угасанием активности и спадом накопившейся энергии. В начале третьей фазы это еще не столь сильно заметно, поэтому можно продолжать активные занятия рабочей деятельностью. В текущий лунный период рекомендуется продолжать начатые дела и рабочие проекты, так как сил для их выполнения достаточно. На первые дни убывающей Луны можно решать насущные вопросы, заключать контракты и менять направление деятельности. Финансовые вопросы в период убывания Луны рекомендуется решать с большей осторожностью, тщательно обдумывая вложения и покупки. Текущее время положительно сказывается на общении в кругу близких. Сейчас можно проводить семейные торжества, устраивать праздники, организовывать отдых. Этот период позволит укрепить связи и перевести их на новый уровень. Решения деловых вопросов на встречах и переговорах с партнерами также будут удачными. Идея обратиться к косметологу в течение третьей фазы будет неплохой идеей, которая придаст коже здоровый и обновленный вид в результате пилинга или маски. Также в этот период благотворны физические нагрузки и интенсивное занятие спортом. Даже переедание не принесет негативного эффекта. Какое же положительное влияние третьей фазы убывающей Луны? В этот период энергии все еще достаточно для активного решения крупных деловых и бытовых дел и вопросов. Этот период благоприятен для запланированных и обдуманных трат и вложений. Это очень удачное время для семейного и делового общения. На убывающую Луну примирение и укрепление отношений между влюбленными поможет вывести отношения на новый уровень. Запланируйте в эти дни поход к косметологу. Результат вас порадует. Можно осуществлять оперативное вмешательство. На убывающую Луну рекомендуется физическая активность и интенсивное занятие спортом. Сейчас один из уникальных периодов, когда переедание не нанесет серьезного ущерба фигуре. Какое же отрицательное влияние третьей фазы убывающей Луны? В этот период не стоит начинать новые проекты и заключать сделки. Больший эффект даст продолжение начатой до полнолуния работы. С 1 февраля по 4 февраля Луна находится в знаке Весы. Попадая под действие знака Весы, Луна смягчает характер и наделяет людей мягкостью, романтичностью и деликатностью. Люди стремятся к восстановлению эмоционального баланса и умиротворению, поэтому стараются уйти от проблем любой ценой и уклоняются от всего, что может нарушить их внутреннее спокойствие. Присущие этому периоду дипломатичность и умение понять собеседника благотворно сказываются на взаимоотношениях в семье, в деловой сфере, в любви и дают возможность найти компромиссы в самых неразрешимых вопросах. Обратная сторона Луны в Весах – отсутствие концентрации и рассеянность, неустойчивое эмоциональное состояние. Поэтому в это время очень важно не впадать в крайности и во всем соблюдать меру, не позволяя своим чувствам и желаниям раскачивать чаши весов. Нерешительность и легкомыслие, свойственное Весам, препятствуют серьезным делам и оказывают негативное влияние на все виды деятельности, которые требуют четких и быстрых действий. При таком положении Луны лучше избегать ситуаций, требующих хладнокровия и незамедлительных решений. Запланированные домашние дела в этот день будут спориться в руках, независимо от их масштаба, и мелкая уборка, и грандиозный ремонт преобразят ваше жилище и принесут в него уют и спокойствие. Влияние Луны на человека во вторник сопряжено с энергией Марса. Красная планета, отвечающая за активность и энергичность, вносит свои коррективы, позволяя добиваться новых вершин и осуществлять все то, что до сих пор казалось невозможным. Под влиянием Марса все отложенное до лучших времен в надежде на бодрость и энергичность переходит из фазы ожидания к своей реализации. Вторник по праву можно считать самым продуктивным днем для решения насущных и внезапно возникающих задач. Общаясь с окружающими в этот день, будьте внимательны к их настроению, так как импульсивность в их настроении может обернуться конфликтной ситуацией, в связи с чем, отстаивая собственные убеждения, всегда приводите веские аргументы умеренным тоном, иначе можете не избежать ссоры. Всю энергию, которая осталась после интенсивного дня, дома лучше расходовать с пользой, заняться уборкой, починить сломанную вещь. Свидания и романтические вечера во вторник лучше не проводить, возможны конфликтные ситуации и разногласия со вспышками негативных эмоций. Вторник весьма благосклонен к посещению парикмахерской для новой стрижки. Это добавит вам энергии и активности, избавит от повседневных проблем и серых будней. Взамен вы получите массу приятных новых впечатлений от смены имиджа. Этот день прекрасно подходит для занятий спортом, особенно это могут ощутить все те, кто никак не отважился сделать это ранее. Во вторник в пищу прекрасно подойдут мясо и острые приправы. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok